И снова красивый солнечный день. И снова я выбралась на прогулку. Еду на четвертом трамвае. Ездила. А можно и просто прогуляться. Так что отсюда у нас начало нашего пути. Красивая гостиница. Это бывший турист. Сейчас называется Беллвью, по-моему. Находится так же, как и все остальное, что я вам показываю в Задвине. Рядом с парком. Хочу не спеша прогуляться вдоль парка. Подышать воздухом. Сегодня чудесный опять. 17 градусный обещали. По теплоте день. Поэтому можно не спеша наслаждаться. Вот это начинающийся весной. Какой-то рыжий котик там гуляет. Птицы поют. Просто замечательно. Сегодня у меня будет интересное мероприятие. Если так можно назвать. У нас иногда звонят распространители уборочной техники. Назовем это так. И вот она безумно дорогая. И они предлагают что-то бесплатно почистить у вас дома. И таким образом потом будут вам очень долго рассказывать о преимуществах и достоинствах и уговаривать купить. Ну вот согласилась. Потому как коврик очень грязный. Благодаря мухе и прочим. Посмотрим, что из этого получится. Всем привет! Здесь еще веретики. Свежо. Не хочу простудиться. Один день погуляла и потом шмыгала носом. Поэтому буду до последнего держаться в головном уборе. Давайте-ка свернем немножко в район. Здесь красивый такой особняк на горе. Когда-то это было что-то типа дворца тоже пионеров. Здесь была студия, в которой я занималась журналистикой. Поэтому такой памятный дом в некотором роде. Вот здесь так интересно все. Дома все на пригорочках стоят. И вот этот красивый особняк отреставрированный. Неизвестно, это теперь чья-то, наверное, на частную собственность. Вот так он выглядит. Когда-то он, наверное, выходил окнами прямо на парк. Потому что вот эти дома, конечно, были построены намного позже. Вот еще один интересный дом на высокой горочке стоит. И тут жить на первом этаже тоже то же самое, что на каком-нибудь третьем. Интересно. Они смотрят свысока на всех. Несмотря на то, что сейчас у нас сколько? 9.25. На улицах совершенно пустынно. Что мне нравится. Все или уехали на работу, или еще не встали. Поэтому он гуляется в одиночестве, как обычно. И не спрашивайте, где люди. Они все где-то по делам. Получилось сегодня очередную посылочку с Алиэкспресса. Очень красивое кольцо. Вот такое синее-голубое. Просто цвет очень понравился. Невероятно красивый. Так, сейчас определимся, куда идти. Вот, поэтому давно уже не заказывала, но решила, что против такого цвета устоять не могу. А давайте прямо в горочку и поднимемся. Это тоже район Агинскалского рынка. Здесь будет много старых домиков, много деревянных домиков, много частных домиков. Для тех, кто любит путешествовать с помощью Google Maps, я нахожусь на улице Ауглю, 12. А это улица Эдморда Смельге в честь деятеля театрального. В конце улицы находятся музеи. Это к воробушке чирикает громко. Прямо не нужно никакого музыкального сопровождения для видео. Все уже предусмотрено природой. То в горку, то с горки. Вот такой здесь райончик непростой. вот здесь музей находится театральный. Здесь очень красивое здание школы отреставрированное. Вообще такой колоритнейший район. А я уже почти у магазина. Купила горшочки, землю, а теперь в аптеке, где много российских препаратов. Сейчас посмотрим, есть ли то, что мне надо. Возвращаюсь в свой район. За настойкой пиона придется ехать еще завтра. Ее только сегодня привезут. А теперь перейду домой и будет прогулочка с мухой. Потому что погода как раз замечательная для таких. Гуляю на прогулке. Муха тащит меня куда-то, лает. вся такая деловая. Остатки нашего рыночка разобрали частично и бросили. Никому он не нужен. У мухи есть свои маршруты, по которым она всегда меня ведет. и попробуй только пойди в другую сторону. Упрется с теми четырьмя лапами. Да, муха? у нас все меньше голубей. Вот гуляет только одинокий голубь, а других нет. Уже нету ни таких стай голубей. и тут кошка. Симпатяшка. Симпатяшка. муха, ты еще хочешь гулять? Муха еще хочет гулять. Гуляли с мухой, вдруг смотрю, что-то шевелится. Это ежик пытается спрятаться на день прямо у дома, вот под окном. живет ежик удивительно. Можно просто гулять и слышать пение птиц, чириканье и уже хорошее настроение. Мушенция. Мушенция со мной согласна. Покупочки в магазине цветочный вот такой вот грунт. Он универсальный для всех комнатных растений и много раз меня просили рассказать о удобрении, которым пользуюсь. Тоже универсальное удобрение фирмы вот такое флоралина. И здесь нарисованы цветочки, очень большой объем, литр, стоит евро 80. Ну и горшочки. Вот это мои сегодняшние покупочки. литр, литр, Продолжение следует...